Вот такую розетку я повешу здесь в гостиной на потолок. Мне она очень нравится. Если вам видно, то я уже покрасила несколько розочек таким персиковым цветом, той штукатуркой, которую наносила на стены в зале и в коридоре. Но подложку именно на розетке я делала белую. На стенах подложка персиковая, а здесь белая. Почему я не стала сильно выделять? Потому что здесь будет и так очень много золота. На кухне будет золото, сама люстра будет золотая. И вот вы видите, висит уже одно бра. Там будет второе бра, точно такое же. И такая же двухъярусная массивная золотая люстра. Поэтому делать сильно персиковый акцент на розетке я не посчитала нужным. Ну а сейчас я вам покажу, как я буду наносить патину именно на эту розетку. Я просверлила дырочки. Одна насквозь тоненькая. И потом взяла большим диаметром сверло. И просверлила чуть шире, но не до конца. Для того, чтобы шуруп утопился. И потом я его зашпаклевала, чтобы вы не было видно. А сейчас я буду сверлить дырки на потолке. По тем дырочкам на розетке я сделала 4 отметины. И сейчас просверлю здесь дырки. Ну, таким образом сделаю 4 дырки. Сейчас мне просто надо передвинуть лестницу. Я просверлила 4 дырки. По диаметру и одну по центру для крючка. Теперь я буду загонять вот такие чопики. Они будут с такими усиками. Сейчас я буду раскрашивать листики возле каждого розочки, возле каждого цветочка той подложкой, которой красила стены. То есть это такой бледно-бледно-персиковый цвет. Вот он в стене, вы его видите. Если на розы я подложку делала белую, то на листике я хочу их выделить, чтобы они не сливались с розами. На листике я буду делать персиковую подложку. Любой ребенок может, как говорится, покрасить все, что угодно. Поэтому уже для взрослого, я думаю, труда совершенно не должно составлять. Вот так кисточкой наношу краску. Краска обыкновенная белая для внутренних работ. Ну, у меня краска циррозит. Хорошо ложится. Ну, вот у меня уже осталось практически совсем немножко. Вот кусочек. Все листики я закрасила. Но я поменяла кисточку. Я взяла вот такую кисть. Она с заостренным концом. Ей очень удобно раскрашивать листочки. Она синтетическая, но разводов практически не оставляет. Вот она заходит туда, куда мне надо. Видите, как ей удобненько. И она не залазит туда, куда не надо. Я держу в руках палочку на всякий случай. Вот такой, если где-то мазнула не там, где надо, то все сразу же подтираю. Все, последний листик. И сейчас я буду наносить декоративную штукатурку на эти листики. И они будут намного темнее, чем розочки. Герберу я еще не придумала, как я буду раскрашивать. Возможно, я ее оставлю белую. Ну вот, как говорится, остались последние штрихи. И я закрашиваю последнюю розочку. Видно, как меняется цвет. Она становится перламутровая. Кремово-перламутровая. Рядом листик. Вот художникам всегда удобно наносить краску на краску. Вот я вот здесь вот капнула чуть-чуть, да, кисточкой. И понимаю, что я сейчас это уже не уберу. Потому что это не краска, это штукатурка. И она, в принципе, идет с золотом. И она не убирается. Но исправить этот момент можно. Можно как покрасить белой краской наверх. Если вам вот вдруг вообще вы покрасили, да, и вам вообще все не нравится, возьмите, перекрасьте в белый цвет и начните красить все заново. Вечером будет гораздо ярче выделены эти персиковые цвета. Сейчас просто дневной цвет. И различия цветов не сильно ярко выражены. А при вечернем освещении это очень хорошо заметно. Ну, как говорится, результат будем смотреть на потолке. Когда мне кто-то говорит, ой, я не умею. Вот в жизни не поверю. Не верила и не поверю никогда. Не умеет тот, кто ничего не делает. Я понимаю, может, не сразу красиво получится. Но нужно всегда попробовать. Пока ты не попробуешь, ты не узнаешь, умеешь ты это или нет. Я, в принципе, тоже первый раз раскрашиваю вот такие розетки. Никогда этого тоже не делала. Поэтому все в жизни надо пробовать. Мне нравится смотреть на свой труд, любоваться тем, что я сделала своими руками. Можно было нанять человека, который бы все это разрисовал и повесил. Правильно? Но мне очень трудно угодить. Вот мне всегда кажется, что лучше меня никто не сделает. Благо, инструмент у меня уже есть. Ремонтирую я не первую квартиру в своей жизни. Когда-то я и подшивала потолки гипсокартоном сама. Сама ложила плитку и в ванной, и на полу. Ну, видно, как вырисовывается цвет, да? Очень красиво будет. Надеюсь. Надо тщательно размазывать эту штукатурку, чтобы она не оставляла таких разводов. Хотя, в принципе, на потолке их и не будет видно. Сейчас я еще проверю, не пропустила ли где что. Вот такая красотень у меня получилась. Пробуйте, и у вас все получится. У меня есть вот такая вот жидкая турецкая патина. Я ее выдавила вот такой вот пупсик. Этой же кисточкой. Мне очень удобно ей работать. И сейчас вот здесь вот по гребешкам. Я прошлась тоже здесь штукатуркой. И сейчас по гребешкам пройдусь тоже патиной. Ну, мне так хочется. И вот такими движениями наношу по контуру листиков. Ну, и вот здесь тоже буду делать. Получается очень красиво. Не ляписто. Я чуть-чуть капнула водички сюда. Вот так вот размешиваю. И наношу вот так наверх на розочки. И они принимают такой блеск. То есть оно идет не как золото, а как увеличение блеска. И розы принимают совершенно другой вид. Ну, мне кажется, так красивее. Хоть я и говорила, что золота не буду. Но вот такой вот я человек. Поэтому очень сложно со мной рабочим работать. Я вечером ложусь с одними мыслями. Утром просыпаюсь и все переделываю. Творческие люди, они все такие. Сегодня у них одно на уме. А с утра совершенно другое. Ну, вот что у меня получилось. Я поиграю вот так вот цветами. Они должны заиграть в объективе. Мне, например, очень нравится. Я целый день потратила на раскрашивание этой розетки. И мне бы хотелось узнать ваше мнение. Понравилось ли вам? Напишите в комментариях. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!